Осташкин Анисим Герасимович Он был призван в Красную Армию. Участвовал в войне с Финляндией 1939-1940 годов. После демобилизации работал и жил в Москве. В 1941 году был снова призван в армию. В боях Великой Отечественной войны сентября 1942 года. К осени 1943 года Анисим Герасимович, разведчик 378-й отдельной разведывательной роты 279-й стрелковой дивизии. В данной дивизии Анисим Герасимович дошел до конца войны. Сражался на Южном, 4-м Украинском и 1-м Прибалтийском фронтах. Растерянность противника дала возможность нашим разведчикам захватить главного пленного. Приказом от 3 декабря 1943 года Анисим Герасимович был награжден Орденом Славы Третьей Степени. Весной 1944 года Анисим Герасимович участвовал за освобождение Крыма. Штурмовал Севастополь. Дивизию перекинули на север в состав 1-го Прибалтийского фронта. 5 августа 1944 года в районе населенного пункта Пикули и в 5 километров восточнее города Елгава Анисим Герасимович расследовал слабые места противника. Затем перевел во фланг гитлеровцам стрелковый батальон, который нанес внезапный удар и сбил их с данной позиции. Через несколько дней Асташкин с группой разведчиков получили новую задачу о захвате языка на передовой. Переходя нейтральную полосу, Асташкин был контужен взрывом мины, но продолжил операцию, прикрывая из пулемета группу захвата. В данной операции Асташкин получил ценную информацию. Приказом от 20 сентября 1943 года Анисим Герасимович был награжден Орденом Славы Второй Степени. В ночь на 23 сентября 1944 года группа разведчиков во главе со старшиной Асташкиным получили новое задание – захватить контрольного пленного. Они перебрались через реку Льелупи в центре города Металла и оказались на стороне противника. Целый день группа разведчиков ввели наблюдение. В ночь на 24 сентября, рискуя своей жизнью, Асташкин ворвался во вражескую траншею. Из ручного пулемета он уничтожил 11 противников, которые стремились на помощь к захваченному пленному офицеру. В данной операции группа вернулась без потерь. За этот поиск Анисим Герасимович был награжден Орденом Красного Знамени. К февралю 1945 года Анисим Герасимович имел уже на своем счету около 68 офицеров и солдат противника, уничтоженных и захваченных в плен. 8 февраля 1945 года Анисим Герасимович шестью бойцами получили новую задачу. Разведчики сделали засаду, а потом нанесли внезапный удар по вражескому лагерю, который составлял численность около 30 человек. Сам Анисим Герасимович уничтожил 18 противников и одного взял в плен. В данной операции Анисим Герасимович был ранен. Лишь только к концу войны он был выписан из госпиталя. В июне 1945 года Анисим Герасимович участвовал в параде на Красной площади. В июне 1945 года он был демобилизован и отправлен на свою родину в село Кочетовка, так и не узнав о последней награде. В 1966 году ветерану вручили последнюю его награду – Орден Славы Первой Степени. В 1969 году Анисим Герасимович тяжело заболел. 8 июня 1972 года он умер. Анисим Герасимович имеет Орден Красного Знамени. Слава Трех Степеней. Медали. Слава Трех Степени.